Слава, вечная слава, Слава Христу, Слава Христу! 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 Давайте это сделаем искренне и сердечно, не тогда, когда будут прочитаны все нужды, а сейчас, когда просится у Бога благословение на свежесть нашего служения. Прошу вас, давайте совершим эту молитву искренне и сердечно. Аминь. Аллилуйя Тебе, Святой! Слава Тебе, Всевышний, за то, что Ты привел нас в Дом Божий и благословил нас всем, чего мы не заслуживаем от Тебя, Господь дорогой. Моя молитва к Тебе, Всевышний, моя просьба к Тебе, Всемогущий, не уходи из этого общества, но продолжай здесь, Господи, оставаться со всей Твоей славой, со всеми Твоими дарами, со всеми Твоими благословениями, которые мы у Тебя, Господь, в ожидании и просим. Нам нужно много. Господи, нам нужно Твое присутствие здесь сегодня. Аллилуйя Тебе, Святой! Нам нужен Дух Святой, Его сила, которая совершается в немощах каждого человека. Господи, Ты благослови нас силою Твоею, Ты благослови нас присутствием святым, Ты заговори на Своем языке, Дух Святой, Ты дай свои плоды, Дух Святой. Пусть увидит Твой народ, что совершается здесь исцелением. Пусть увидит Твой народ, что есть Твое благословение. И мы, Господи, другу знаем, что нет сиротства между нами, ибо с нами Бог. Благослови, Господи, Бог, благослови нас всех, ибо мы в ожидании Твоего благословения и крепко просим Тебя, Святой, не уходи из этого дома напротив, приди и поселись здесь, находись вместе с нами. Великий Бог, обитание Которого там, на высоте небес, но Который не пренебрегает никогда местом, где живет человек, где есть Твои дети, местом, которое именуется Домом Божьим, Домом молитвы. Господи, прежде всего Тебе слава за то, что мы есть здесь, по милости Твоей. Господи, но без Тебя мы есть сироты, а Ты сказал, что не оставишь нас сиротами. Мы верим в это слово, Господь, тогда лиши нас сиротства сегодня здесь, в этом доме, и пусть Дух Святой, как Твой представитель, имеет место и работает сегодня между нами. Господи, мы благодарим Тебя, Господь, Ты достоин славы, слава Тебе, за живность, слава Тебе, Господь, за то, что мы движемся и за то, что глаза наши видят живущих, слава Тебе, Господь, слава Тебе, Господь, за то, что Ты привел в Дом молитвы брата Виктора. Господи, Господи, я знаю, как тяжело томиться в доме, бороться с немощами, но вместе с тем, Ты укрепил его сегодня, и он здесь. Слава Тебе за это, Господи, но мы продолжаем просить у Тебя дальнейшего оздоровления для нашего брата. Господи, Боже, Ты есть лучший врач, Тебе не нужен скальпель, Тебе не нужны операционные комнаты, и повели, Господь, и Твое Слово исполнится. И мы будем радоваться и веселиться и говорить, есть между нами Господь. Господи, я прошу благословения на поющих, прошу благословения на слушающих, и прошу благословения на говорящих. Все да будет благословен над Тобою сейчас, и до конца этого служения Тебе слава. И честь и хвала Отцу и Сыну, и Духу Святому. Аминь. Перед початком нашего ранкового богослужения будем спевать псалом «Не залишай, Иисуса не лишай». Перед початком нашего ранкового богослужения «Не залишай, Иисусе не лишай, Бо без Тебе тут страх души муча. Как через лес в ночи звершати путь, О, спасся мій, Захти си мною будь. З дитячих лет я помилятий смей, А Ти мене, Иисусе не лишай, Иисусе не лишай, Бо без Тебе тут страх души муча. Иисусе не лишай, Бо без Тебе тут страх души муча. Иисусе не лишай, Иисусе не лишай, Бо без Тебе тут страх души муча. Иисусе не лишай, Бо без Тебе тут страх души муча. Иисусе не лишай, Бо без Тебе тут страх души муча. Иисусе не лишай, Бо без Тебе тут страх души муча. Иисусе не лишай, Бо без Тебе тут страх души муча. Ходи меня без сладца в Тиме Рим, Учитель, с Тими святой займи ты, Не залишай порадь меня, Леви. Зустрите в радую вечную весну, С тобою спасли, а я щодо снув, Как и спешеный, а зараз туды, Не держи, дяки, смерти, победы. Стыть ваших лид, а помирати смей, Ходи меня без сладца в Тиме Рим, Учитель, с Тими святой займи ты, Не залишай порадь меня, Леви. Стыть ваших лид, а помирати смей, Ходи меня без сладца в Тиме Рим, Учитель, с Тими святой займи ты, Не залишай порадь меня, Леви. Брати і сестри, всі присутні на тому місці, Скажем, слава нашому Господу. За недільний, благословенний, свіжий день, Що ми маємо у нашому житті. Бог знову благоволив до нас всіх, До мене і в тебе. Ми маємо цей день недільний, Брати і мої сестри, Після трудового, робочого тижня, Але, я думаю, ми всі, Спішили в храм, в дім молитви, Щоби прославити ім'я Господа нашого і Ісуса Христа. Він достоїн слави. Читаю місце із Слова Божого, Євангелія від Луки, 15 розділ. Буду читати два вірша виборочно, Так як всі ми прекрасно знаємо цю історію, Прочитувши її всю, Ми будемо брати время. І тому я рішив прочитати буквально два вірша. 15 розділ, Євангелія від Луки, 20-й вірш і 28-й. Встал і пошел к отцю своєму. І коли він був ще даліко, Увидел його отец його і зжалюся. І побіжав, пал йому на шею, І целовав його. 28-й вірш каже так. Он рассерділся і не хотів війти. Отец же його, вишедши, звал його. Брати мої сестри, Прича, яку говорив Ісус Христос. Вона розказує нам за те, що був батько І було два сина. Був старший син І був молодший син. Я хотів би, брати мої сестри, Щоб ми трошки зайшли Якби з кінця цієї історії. Я хотів би остановити увагу В першу чергу для вас І для мене На старшому сині. Хотів би при Божій помощі, При вашій молитовної поддержці, Брати мої сестри, Щоб ми Розмислили, щоб ми Подумали у серцях своїх. І я хотів би сказати за Ну якби сказати темою Моєї проповіді буде Це любляче серце батька. Старший син Був у домі батька. Старший син, Який по праву наследства Мав унаслідувати все Як первородний, Як старший. Брати мої сестри, Слово нам Боже Говорить за те, Що коли вийшлося Така історія У цьому домі, Вони були разом. Вони були разом Із своїм батьком. Але одного разу Молодший син, За якого ми будемо Пізніше розтуждати, Пішов із дому. І коли був старший син Остався в домі, Він виконував Свою роботу далі. Він не просив наследства, Він займався своїми справами. Коли ми глянемо на Сучасність, Коли ми глянемо на Сьогоднішні дні, У той час, в якій ми живемо, Я хотів би трошки Тоє, якби Зробити зрівнення такої. Він, можливо, був у церкві. Він виконував якийсь труд. Він виконував Прикази отця свого. Він виконував прикази старших. Але, друзя, мої дорогі, І брати, і сестри, і всі, хто слухає, Одного разу Получилось так, Щоб батько Вийшов І звав Свого старшого сина. Він сказав, що Велика подія Звершилась у нашому домі. Сину мій Прийди І ми будемо Радіти разом. Але Слово Боже нам каже, Христос розповідає, Що цей син Розсердився І не хотів іти. Не хотів іти У дім батька. Не хотів розділити ту радість. Братя мої сестри, Читаючи цю історію І прочитаючи її Не раз, Я думаю, Десь получився Цей розрив У відносинах Старшого сина І любячого батька. Десь Получилося те, Що у серці Того старшого сина Закралася Всього-навсього Формальність. Закралася, можна Сказати ця зовнішність, Яка, можливо, Своїм видом Показувала Я в домі батька, Я виконую працю, Я є чесний, Я ж тобі служу. І даже Слово Боже нам каже, Не приступав Приказання твоєго. Я виконував все те, Що ти хотів. Але коли голос батька Прийшов в сину мій, Зайди в дім І будемо разом радіти, Поступив Великий отказ. Моє серце Не було з тобою. Моє серце Не було з тобою, Батько. Ми не були в одному. Ми не сходилися в одному. Брати, мої сестри, Бог Духом Святим Не раз говорить До нашого серця. Бог Говорить Через Слово Своє. Бог говорить Через пророчі уста. Ми досить багато чуємо. І ми досить багато Можна сказати, Хтось, Хай судить сам по собі, Виконує праці навіть. Але сьогодні, Брати, мої сестри, Коли я прочитував Чиї історії, Я розмышляв, Я був в роздумії. Чи моє серце, Чи мій дух, Невзираючи, Хто я є у церкви, Невзираючи, Яку я працю виконую, Чи я є в єднанні З моїм Оцем Небесним. Дорога молодь, Дорогі підростки, Старші люди, Коли ви приходите В дім молитви, Чи коли ви є На своїх полях, Кажлий має своє поле, Чи ваше серце є В єднанні з Богом, Чи, можливо, Ми приходимо в дім молитви У день недільний, Ми є гарно в діти, Ми забули У часті свої праці, Своє навчання, Ми є в Домі Божому. Але, дорогі мої, Сьогодні голос Божий, Сьогодні Дух Святий Питає тебе і мене, Чи ти є в єднанні З Небесним Богом, Богом Оцем, Який любить, Який милує тебе і мене. Одного разу я чув, Чув свідоцтво, Як я брат свідчив За брата служителя, Який розказував, Він був з Німеччини. І каже, Ми ще були підростками, Ми були в юному віці. Мій тато був пастор, Мій тато був просвітер церкви. І каже, Вони нас привозили всіх В дім молитви. Це було в Німеччині. Ми, каже, Йшли гарно на зібрання. Ми заходили в дім молитви, Нас всі бачили, каже. І коли начиналося служіння, Ми умудралися так, каже, Увильнути з того служіння До сусіднього супермаркета, Який стояв недалеко Від молитомного будинку. І ми за цей час, каже, Коли йшло служіння, Ми умудралися обрабувати його, Вкрасти щось. Наші батьки, каже, Які сиділи на служінні, Мій тато просвітер, який сидів, Він думав, що я десь там, Що я серед молоді, Що я серед підростків, Я слухаю Слово Боже, Тим більше в очах батька, Я чувствував, Що я є один з найкращих. Я служу, Я приходжу в дім молитви, Я слухаюся, Але серце моє Було далеко від Його. Серце моє, Нерозуміло серця батька. І я, каже, Пользувався тим, Я пользувався тим, Що мій тато сидів на першому місці там, А я з своїми дружками Чікав туди, каже, І робив свою грязну роботу. Але ця справа не могла так завжди продовжуватися. Нами зацікавилися вже. Над нами дивилися відеокамери вже. І ось, каже, В один прекрасний день, Недій, Ніколи знову, Ми прийшли в дім молити, Ми знову прийшли разом, Ми знову були там, І знову прийшов час уходити нам На свою працю чорну. І ми, каже, зайшли туди, Знову зробили те саме, І раз, каже, в двері, А там нас чекала вже поліція. А там нас чекали, каже, Нас моментом, Руки в наручники, Нас всіх, Нашу цілу групу, каже. І ви знаєте, каже, Він цвічив, брати і сестри. Я не боявся цих поліцаїв. Я не переживав, Коли вони нас в'язали. Я боявся одного, Що в цей момент, каже, Може прийти мій батько. І ось, каже, Коли вони нас в'язали, Я придумував, Я викручувався, Я придумував всякі прізвища, Адреса свої міняв, Як тільки міг. Боявся одного, Яка враз, Откриваються двері, І заходить мій тато. Він, каже, Не заходив в той час, Я, каже, Не бачив ніколи, Щоб він, можливо, Тоді заходив. Але він зайшов, каже. І мої очі зустрілися з ним. Я був готовий провалитися Сквізь землю. Батько дивився на мене, Яка побачив в тих очах Повний болю І сострадання до мене. Я, каже, Не міг дивитися, Сльози залили Очі мої. Люди, каже, Які стояли і бачили це все, Вони зрозуміли, Що щось не те Робиться. І я, каже, Виривався. Я вирвався від тих стражей В порядку І побіг, каже, До свого батька. Я пав перед ним. Я вткнувся, каже, Лицем своїм в груди його. І став плакати. Став сильно плакати. Став просити прощення. І, каже, Я почув, Як руки батька Почали гладити мене. Почали притискати мене До себе. І я, каже, В несміливості своїй Став піднімати голову свою. І я побачив, каже, Я побачив на його лиці, Я побачив в його очах. Сину, Я прощаю тебе. Пройшов час, каже, Я розкаявся. Я глибоко розкаявся. Я став на цю вузьку дорогу. І сьогодні він є служитель. Слава Богу. Брате, мій і сестру, Я сказав, В незалежності від того, Можливо, 20 років, Можливо, 30 років, Можливо, 10 років, Дорога молодь, Можливо, 5 рік пройшов. З того часу, Як ми є членами церкви. З того часу, Як ми називаємося Синами і дочками Бога Отця Небесного. Але сьогодні Бог Питає тебе і мене, В якому положенні І в якому становище Ти і я Находимся Перед Небесним Батьком. Слово Боже нам каже, Щоб ми Не були, Як цей конь, Як лошак Несмисляний, Якому треба Влагати у діла. Можливо, Молодь не знає, Це така, Це така вєш, Яка спеціально Коням вкладаються У їхні челюсті, Щоб керувати Ними. Потому що Як вони Несмисляні лошаки, Вони Молодіщі, І їм треба Влагати цю вєш, Щоб керувати Ними. Щоб вони Правильно йшли. Дорогі мої, Біблійна історія Говорить нам, Коли Лот З Авраамом Жив. І коли прийшов Той час, Коли Лот Перейшов туди, На ту сторону, Де жили Нечистівці, І прийшов час, Що там Случилася війна, І потім Дядя Авраам Узяв своїх Добірних, Вірних, І пішли І освободили Племінника Авраама. І, Кажеться, Після того, Лот, Ти должен був Зрозуміти, Що тобі нема Там місця жити. Тобі нема Там місця жити. Лот, Ти повинен бути там, Де живе праведник, Дядя Авраам. Ти повинен піти, Ти вернутися Туди. Але не случилось, Так. Лот пішов На свої прежні Місця. І там Впоследствии Знаємо, Який Був його Виход. Брати мої Сестри, Церква Божа, Прийде скоро Христос, І ми розуміємо Це. І в вічності І на тому суді Відкриється все. Сьогодні Я і ти Є перед Словом Божиєм. Сьогодні Ти і я Є перед контролем Святого Духа. І один Бог Знає, З яким серцем Ми прийшли На те місце. Що є В наших серцях. Слово Боже Каже, Доколі В Тебі Будуть Гніздіця Нечистівої Мислі. Доколі, Брати мої Миселіця Можливо Ці Які ходимо Руками На це Служіння. Але робимо Не те, Що треба. Сьогодні Кожен Ти і я Даймо Відповідь. Хто є Можливо Сидячий На цьому Місці. Але хай Бог Сьогодні Відкриє Наше Серце. Продовжуємо Дальше. Ми Вернемся До молодшого Сина. Молодший Син, Який Також Був У домі Батька. Але Прийшов Такий Час, Коли Він Сказав Батьку Отдай. Це Йому Є. Коли Брати Мої Сеси На свіття Передається? Коли Воно Все Передається У власність? Це Коли Одна Із Сторін Уже Умирає? Коли Уже Прахіджи Пишеться Оце Все І Все Вона Збувається То Всього Вона Передає А це При живому Батькові Це Була Неповага Це Було Знехтовання Усіх Правил І Законів Батьку Дай Мені І Настоятельно Требував Дай Дай Мені І Слово Боже Нам Каже Що Ця Несчасний Син Несчасним Він вже Був Вначалі Потому Що Відступив Пішов Забрав Але Там Був У тому Далекому Краї І Розточив Все Були Гроші Були Друзі Не Стало Грошей Пропали Друзі І Слава Боже Нам Говорить Дальше Продовжує Що Коли Він Будучи В тому Краї Я Скорочую Будучи В тих Уже Умовах Будучи При тих Животних Хотів Даже Цю Піщу Їсти Але Ніхто Не давав Йому Цього І Він Згадав Там Там У тому Далекому Краї Є Мій Батько Є Мій Батько В якого Найомники В якого Раби Живуть Краще Мене А я Його Син Ви знаєте Браті Мої Сеси Коли я Читав Цю Історію Вона нам Говорить І навчає Що Правдиві Мислі Даже Правильні Коли Приходять У наше Серце Вони Ще Не Решають Всього Можна Багато Думати Можна Благочистиво Думати Можна Правильно Думати До своего батька Пойду Знаете, братья моего сердца, я думаю, что Когда он ишел В своем положении, оберванный, грязный Я думаю Он подумал в себе Не там я прийду, великое веселье Будет, великая радость будет Великая зустричь, я прийду, можливо Там место будет, десь В том обстанке, десь там, где животные Я там, можливо, буду с рабами Разом, буду помогать им Але буду разом с ними Але він не знав Що там На дорозі чекав його батько Аллілуя Що там чекав його батько Там на дорозі І коли його батько побачив Він Жалився І побіг до свого сина Братя мої сестри Слово Боже нам каже Що так Бог Полюбив цей світ Що віддав сина свого Однороджено Даби всякий Який буде вірувати в нього Не загинув Але мав Життя вічне Ти і я Був в тому числі Ми не знали Ми не розуміли Брати мої сестри Любові Божої Ми не знали І не можемо порой зрозуміти Яка велика була І є любов Бога Отця до нас Коли він нас Несчасних бідних Із цього світу призвав Покликав до себе І зробив тебе і мене Синами і дочками Дорогі мій друже Дорогі мі брати І сестру Дорога молодь Дорогі підростки Я хочу сказати Що сьогодні Бог Тебе і мене Чекає до себе Я не знаю В якому ми є положені Чи можливо ми є На положені старшого сина Роки пройшли Експірінс якийсь маємо Посади якісь Займали Але можливо ти і я Хтось із нас Є на положені старшого сина Але серце твоє не є з батьком Прийди сьогодні У дім батька свого Він готовий прийняти тебе Дорогі мій друже Можливо ти сьогодні перший раз Прийшов на те місце Як цей блудний син Хочеш Прийти до батька І розкаєтись Сьогодні є твій час Сьогодні Бог зове Духом святим Не завжди буде цей приємний час Не завжди буде мир і спокій Не завжди будуть такі гарні служіння Прийди Сьогодні Бог Духом святим Касається твого серця Ми будемо молитися Через деякий час Ми будемо моляти нашого Бога Щоб він благословив це служіння Ми будемо просити нашого Бога Щоб він дав нам сили Ходити правильно перед ним На цих земних дорогах І бути вірному йому Я, вибачте мені Я прочитаю Одну пісню Вірш Вони особливо торкнулися Мого серця Я слухав Як браття співали цей псалом Я просто слухав А моє серце краялося Я слухав І сльози були на очах Чи ти слухаєш, друже Мелодії вічності Що на хвилях небесних Так ніжно бранять Так багато в Ісуса Любові та ніжності Яка дивна Свята благодать Коли людського серця Вона доторкається Той камінні серця Починає дробить Прозриває душа Для Христа відкривається Починає для Господа Вірно служить В цей момент Обійняти нам хочеться ближнього Загорається в серці Велика любов Ми готові зректися В житті всього лишнього Та тримати твердо Біблійних основ Ми готові страждати Прощати і свідчити Ми готові в дорогу далеко піти Розуміємо дні Наші Богом полічені Тому хочеться швидше Дійти до мети Ми як пташка земна До небес пориваємось І в надії зіймаємо Очі до гір На дорогах земних Ми не раз знемагаємо А Ісус тоді каже Ти в мене повір Вір мені Бо керую я людськими долями У моїй владі Всі шторми Всі бури вітри Я бажаю Щоб вірні У істині встояли Я бажаю Щоб став Переможцем і ти Будем слухати Голос небесного пастиря Щодо кожного серця Тепер промовля Він готовий Прикласти цілющого пластера І як мати Обняти маленьке дитя Бог готовий провести Долиною смертною І понести тебе Як не зможеш іти Він для кожного стався Звершенною жертвою І з любов'ю своїх Доведе до мети В тишині Зазвучали акорди Хвилюючи Так чудово співають На небі хори І душа Кожен раз Ці мелодії чуючи Наче пташка Здіймається В Божі дворі Хай Богу буде слава Амінь Молимся Хай Богу буде слава О вічній святий людяші Господи Боже Я здрався тобі За цей час Я дякую тобі Господи За цей момент Бути в домі молитви Господи Боже Слава ти ім Господи Господи Сьогодні Твоє Слово Закликає нас Сьогодні Твоє Слово Призиває нас до себе Господи Боже Сьогодні Твій Дух Святий Господи Говори до мого серця О я дякую тобі Господи Боже Що сьогодні Мілость Твоя Обновилася Для кожного з нас Що сьогодні Любов Твоя Свята ще продовжується Господи Боже А ти сьогодні Говориш до каждого з нас Що ми Господи Правильно Пійшли І правильно Уцелили Твоє положення Перед Тобою Господи Боже Святий Любящий Святий Милостивий Ми так Нуждаємся В Тобі Ми Нуждаємся В Твої Піддержці Господи Боже Ми Нуждаємся В Твої Благословінні Христос Дорогі Ми Нуждаємся В Твоєм Прощені Господи Ісусе І ми Просимо Тебе Хай Твоя Мілость Хай Твоя Любов Зайде На Те Місце Господи Боже У цей Ранічний Час Христос Ти Духом Святим Господи Боже Проходиш Кажне Серце І Ти Бачиш Його Господи Хто В якому Положенні Перед Тобою В незалежності Господи Скільки років Ми є В служінні Скільки років Господи Ми є І ще Твоє Серце Є Разом З моїм Серцем Господи Боже Святий Боже Любящий Ми дякуємо Тобі За цей Момент Ми дякуємо Тобі За цю Змогу Бути В Домі Молитви Господи Бути В Домі Батька Господи Ісусе Мати Благословіння Від Тебе Мати Піддержку Від Тебе Ми дякуємо Тобі Господи За це Ти так багато Говориш До мого серця Я вірю Що Ти так багато Говориш До сердець Моїх братів І сестер Господи Поможи нам Справлятися Поможи нам Господи Боже Правильно Слідувати За Тобою Поможи нам Бути вірному Тобі Господи А можливо Хтось сьогодні Так багато І далеко Заблукав У цьому світі Можливо Хто був Вірний Ні тільки Господи Був вірний Тобі Дружині своїй Чоловікові Діти Непослушні Батькам Батьки Господи Що-то неправильно Робили Для дітей Своїх Боже Святи Сьогодні Голос Твій Кличе Кашного Бо Ти Любиш Господи Нас Бо Ти Віддав Своє Життя Бо там На Голгофі Наші Грехи Господи Були Привождені Щоби Ми мали Життя Вічне Поможи нам Господи Уцінити Ту велику Любові Мілость Твою І на цьому Служині Поможи нам Бодроствувати І ще раз Використати Цей час Благоприємний Для слави Твоєї Господи Ми в Твої Святиї руки Продаємся Нашу молодь Наш хор Сьогодні Благослови Просимо Ці співи Господи Божливо Вірши Проповіді Які будуть Молитви Господи Хай все І во всьому Ім'я Твоє Возвеличається І прославляється Наш добрий Бог Побіки вічнія Аминь Аминь Катам Желає Побожілає Побожілає Потога Моги Побожілає Душа Побожілає Душа моя Тебе Мой Субтитры подогнали Симон. 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 Ом. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал... Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал... Субтитры подогнали Симон. 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 Иисус обращается к народу и что-то от них требует. И вот здесь в 17 стихе я читаю те слова, которые он сказал. Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию. Если возьмете что-нибудь из заклятого и чтобы на стан сынов Израилевых не навести, заклятие, и не сделать ему беды. И 7 глава, 1 стих. Но сыны Израилевы сделали великое преступление и взяли из заклятого Ахан, сын Хармия, сын Завдия, сын Азара из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля. Братья и сестры, очень простое слово и, кажется, для нас доступное и понятное. Сказал Иисус Навин, ничего не брать. Находится один человек, который не слушает его и делает то, что ему нравится, и таким образом принес беду на Израиль. Так написано там, чтобы не навести беды. Погибло около 30 человек, поражение впоследствии, ну и сам погиб. Знаете эту историю? Бог наказал смертью этого человека, и не только его, а все его родство. Не послушание привело к разрушению, привело к какой-то погибели, и оно не приносит благословения. Через то послушание, понимаю, очень важная тема, про которую нужно было бы говорить нам с вами. Думаю, что каждый из вас, как только я сказал слово послушание, наверняка сразу в своем сердце подумал, да, мы знаем эту тему, она относится к нашим детям, и наши дети должны быть послушны своим батькам. И мы правильно понимаем, братья и сестры, это важно, чтобы дети были послушны своим родителям. И мы читаем места Писания, где написано в послании Колоссянам, я даже зачитаю этот стих, 3 глава, 20 стих, написано так. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Это важно, быть послушными. Вы знаете, когда я пришел к Иисусу Христу, когда я отдал свою жизнь для Господа, то Бог, самый первый урок, который давал для меня, самое первое учение, это было то, что я должен был повернуться лесом к своим родителям, начать их уважать, слушаться и повиноваться им. Хотя я уже был взрослый человек, но Бог работал над моим сердцем, чтобы я это сделал. И я это делал. И я это делал с огромным удовольствием, потому что Дух Святой поселился в моем сердце, и я все свое внимание определил для матери, отца. И верю, и думаю так, что и это послужило тому, что и они пришли к Господу потом и отдали свою жизнь для Иисуса Христа. Это важная тема. Это очень необходимо, чтобы для наших детей иметь послушание своим родителям. Но относится ли эта тема только к детям? Наверное, если в процентном соотношении взять, наверное, только на 10%. А все 90% говорится к нам, взрослым людям, чтобы мы имели послушание, чтобы мы имели эту черту нашего характера. Послушный человек, послушный человек, податливый. Послушание – это, по-другому можно сказать, повиновение. Это покорность. Это человек, который умеет покориться какому-либо повелению. Послушание – это исполнение чьих-то повелений. Это исполнение чьих-то повелений. Правил или желаний. Когда мы это делаем, исполняем – это послушный человек. Исполняем правила, желания, исполняем повеления или приказ по-другому. И вот, знаете, думаю так, что когда мы рассуждаем над этим словом послушание, что противоположное этому слову – послушание, а противоположное что? Непослушание, правда же? Непокорность. А по-другому еще в английском слове есть такое слово «rebellious» – бунтовщик. Бунт проявляет. Непокорность. Откуда пришло вот это неповиновение? Откуда пришло непослушание? Где оно взялось? Почему человек сегодня на земле так непослушен? Я думаю, что каждый из нас сразу скажет, что оно пришло от дьявола. И так истина. Потому что он первый там в небесах не покорился Богу Отцу. Не покорился Ему. Не послушался. Восстал. Бунт произвел. И Бог сверг его с неба и вместе с третьей частью ангелов. И этот самый сатана сумел уговорить, обмануть, возбудить в какое-то желание в Адаме. И этот Адам тоже проявил непослушание и через его непослушание. Теперь все мы в нашей греховной натуре имеем это свойство – быть непослушными. Грех пришел на землю через Адама, а перед ним сатана, который восстал против Бога. И это, на мой взгляд, очень страшно, когда ты рассуждаешь над этим, что оно пришло от этого отца лжи, от сатаны, вот эта непокорность. И когда мы читаем Писание и вспоминаем с вами историю о Сауле-царе, это написано в 1-й книге Царств, 15-й главе, когда Самуил, пророк, повелел ему, чтобы он дождался его, и потом вместе, чтобы они принесли жертву, Господу Богу, после той войны, которую Бог, ну как бы, благословил и дал успех, и была победа. Но Саул не дождался, не послушался голоса пророка и принес свои жертвы, и в этот момент приходит Самуил, и мы знаем с вами из того места Писания, что Самуил вынес выговор, вынес вырок царю Саула и сказал, что Бог отвергает тебя от царства, Бог заберет у тебя, отдаст другому. И не только это, но Он сказал какие-то очень такие, на наш взгляд, такие страшные даже слова. Он говорит, ибо непослушание такой же грех, как волшебство. Волшебство – это прямой контакт с дьяволом, прямая линия, где человек соединяется с этими силами зла и углубляется в эти сатанинские глубины, он контактирует с этим, и на этом самом уровне ставится непослушание, бунт, непослушание, восстание против кого-либо, кто что-либо говорит, просит, требует и так далее. И вы знаете, я как бы на основании этого всего думаю, рассуждаю над собой, и все время говорю, Господи, я знаю, что и я несовершенный, бывало, что я где-то непослушный был, но как страшно встать на тот самый уровень, где есть прямой контакт с сатаною, с волшебством. Это же ужасно. И хочется исправиться, хочется поменяться. Мы с вами находим в Писании несколько мест, где говорится о послушании, о повиновении. И первое место я хочу тоже с вами вспомнить, это послание к Ефесянам, 5 глава, 22 стих. Апостол Павел обращается к женам и говорит, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Повинуйтесь, проявляйте послушание. Я не знаю, почему он так написал, но так должно быть, и он написал это. И важно, чтобы жены повиновались мужьям, важно, чтобы мужья повиновались Господу, и были послушны во всем, и воистину показывали лицо Иисуса Христа в своей семье, в своем доме. Не хватает нам этого. Не хватает нам послушания. В послании к евреям, 13 глава, я прочитаю, 17 стих. Есть такое слово. Повинуйтесь наставникам вашим, и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет. Повинуйтесь наставникам вашим. То есть, всегда есть возле нас люди, которые духовно поднимали нас. Это могут быть не только пастор, не только служители, это человек, который рядом со мной. Это может быть мой отец, это может быть мой дядька, это может быть брат или сестра с церкви, человек, который вкладывал свою душу в меня, и старался меня поднять, и он есть надо мною старший. И написано, повинуйтесь им, повинуйтесь наставникам, будьте покорны им, ибо они пекутся о вас, они стараются за вашу душу, они молятся о вас. И вы знаете, так наблюдаешь за жизнью христиан на земле, и замечаешь, что не хватает порой этого послушания. Не хватает. Смотришь, как дети порой непослушны учителям своим, как, может быть, иногда хористы, может быть, тоже не во всем послушны своему регенту. Знаете, регент просит, вы будьте спокойны, друзья, давайте будем настроены. А, что там, у меня своя работа, у меня свой разговор, и говорим, говорим. Не проявляем послушание, не послушание служителям, пастору. И вы знаете, оно иногда очень тонко выражается, тонко, но оно имеет свой вес, свое влияние. Я уже сказал о том, что послушание – это исполнение приказов. Да, мы сегодня не слышим таких громких приказов, повелений, но иногда это бывают правила, простые правила, которые установлены в церкви, установлены служителям, и мы, если не исполняем этих правил, проявляем непослушание. И даже желание важно заметить и послушать его, и исполнить. Просто желание. Это не приказ, это не повеление, но желание, сердце человека, который старший, говорит об этом, и важно его исполнить. Даже вот мы, батьки, братья и сестры, родители, как мы относимся? Мы не хотим быть, ну, такими жесткими, правда же, для своих детей, чтобы вот так и все должен сделать. И так поступаем, и так делаем. Но когда мы выражаем свое желание, и говорим, дочка, сделай вот это, пожалуйста. Сын, пожалуйста, приедь вовремя домой. Я хочу, чтобы ты в 11 часов приезжал домой. А сын сидит и говорит, звонит, папа, ты знаешь, да тут и друзья, да тут вот это все, я тут еще останусь. Сын, приедь домой. А сын не послушал и остался. Вроде бы, ты же ничего плохого. Вроде бы с друзьями, вроде бы и христиане, что ж, молодежь общается. Но отец сказал, отец сказал, желание свое, это в его сердце, это в его душе. Сын, заметь это желание и исполни его. И ты ничего не потеряешь в жизни своей, только приобретешь. Только приобретешь, Бог будет за тобой, Бог будет идти впереди тебя, Он благословит твою жизнь. И вот так складывается вся наша жизнь, когда мы выражаем даже желание простое, и мы не замечаем. Я замечаю, что иногда пастор высказывает свое желание, а мы, знаете, а что, он сказал только, это же не правило, это же не то, зачем слушать? А вот даже исполнить желание будет иметь свое благословение. И другое место Писания в послании к римлянам, я тоже зачитаю его, 13 глава, 1-й, 2-й стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьим установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». говорится о повиновении начальствующим на наших работах, в наших колледжах, в наших школах, где мы учимся. Есть начальствующий над нами, он поставленный, и написано, что он Божий слуга, Бог его поставил. «Да как это так? Так он не верующий. Да что ж я буду ему слушаться, подчиняться этому человеку, халдею? Мы дети царя, мы верующие». Нет, он Божий слуга, поставленный, и мы должны подчиниться. Но в Господе мы понимаем, что если он толкает на грех, мы не имеем права этого принять и послушать. Но если он говорит нам что-то сделать, проявим внимание, уважение, послушание, и только слышим время от времени, что тот христианин взбунтовался против своего босса. А что он мне там говорит? А еще чаще бывает, когда тот самый босс в своей же церкви и такой же христианин, как и я. А что он мне там говорит? Да что ж я буду его там слушать? Да нет, братья и сестры, он Богом поставленный для меня, чтобы я мог подчиниться ему. И важно проявить послушание и внимание. А как на дороге мы ездим? Это же правила, которые установлены начальниками нашими, и они поставлены. Это правила. Исполнение чьих-то правил проявления послушания. А мы так часто игнорируем, так часто делаем по своему понятию. А я знаю лучше. А мне лучше вот так. А мне выгоднее так. Понимаем, что бывают исключения, где-то какие-то моменты, но в общем в состоянии христианина он послушен, он покорный. Вы знаете, есть другие слова, которые характеризуют послушание. Послушный человек, я вам так, ну, перечислю их. Послушный человек – это тот, который относится с уважением. – это послушный человек. Это человек, который хорошо дисциплинированный. Это послушный человек, он дисциплинированный. Сказали вовремя прийти на митинг? Они вовремя все. Сказали что-то еще, он дисциплинированный, он там. Послушный человек – это тот, который способный подчиняться, подчиняться, умеет уступать. В английском слове есть такое, английское слово yielding, то есть yield. Вот выезжаем мы на круговорот вот это, знаете, и мы должны уступить той машине, правда? Мы же не летим скорее, лишь бы ему ударить скорее его. Нет, мы уступаем ему. Он едет, у него правила. Это человек, который уступает, который может это сделать. И как нам не хватает, братья и сестры, вот этого послушания, повиновения, такого мягкого сердца, которое готово. Я еще только напомню, не буду зачитывать его. Написано так, что мудрый, мудрость, сходящая свыше, она какая? Послушлива. Она послушлива. И там перед этим говорится, что если человек сварливый, завистливый, то это мудрость земная. А вот мудрость божественная, она послушлива, она скромна. И вот то слово сварливость, оно переводится по-другому немножко в некоторых переводах, и оно, ну, как бы звучит, злое несогласие. Вот так вот переводится. Не просто сварливость, злое несогласие. А что я буду слушаться? А вот мудрый человек, он послушный, он мудрый. И как хорошо, когда у нас много таких людей, мудрых, которые послушны в сердце своем. Это очень важно нам знать и понимать. Вы знаете, братья и сестры, я хочу сказать о том, что неповиновение, оно чревато наказанием. И если мы живем в Новом Завете, то мы пользуемся особенной привилегией от Бога. Бог очень часто в Новом Завете проявляет огромнейшую милость и не наказывает нас сразу. И мы, как бы пользуясь этим, начинаем проявлять непослушание или делать какие-то другие согрешения. Бог терпит, Бог ожидает. В Ветхом Завете было как-то по-другому, там было намного строже. Сказал, не послушался Саул, раз, все, отнято царство, нету тебе части. Не послушался Ахан, раз, все, погиб, нету человека, и семьи всей нету. В Новом Завете по-другому. Но без наказания все равно никто не останется. Так Слово Божие говорит, мы уже не зачитываем этих мест. Только Бог проявляет милость, терпит, ожидает. И вы знаете, я так скажу, что когда-то у нас был один, ну такой парень, я слышу звонок, мне приходят и говорят, приедь, заберите его, потому что его поймали. Где поймали? Что случилось? В магазине поймали. Своровал что-то. Придите, заберите. А это только первый шаг был, первая ступенька. И сразу его поймали. Потому что он вместо пути Божьего отклонился в сторону и стал делать недобрые дела. И поймали его. Тут же сразу поймали. Приедьте, заберите. Приезжаем. Что случилось? Ну, мы даем вам на порыки. Вы вот близкие, вы там знаете. Заберите его. Он с вашей церкви. Поговорите с ним. Хорошо. Ладно, забрали. Ничего не сделали ему. Не судили, не в тюрьму не посадили. Ничего. Отправили и все. Думаю, слушай, тебе такая милость была проявлена. Остановись на своем пути. Подумай, что сам Бог тебя останавливает уже с первого раза тебе показывает. Не иди на той путь. Остановись в своем греховном начатии, который ты начал делать. И Бог же тут же милость проявляет. Повернись к Богу снова. Повернись к своей семье, к церкви. И вы знаете, не послушал. Пошел и пошел. И там уже десяток историй всяких. Не послушание. Но Бог не оставляет без наказания. И мы его терпим. Только оно проявляется по-разному. Иногда оно проявляется во мне. Иногда оно проявляется в детях. Иногда оно проявляется в работе. Вот какое-то неустройство. То, другое, третье. Рушится что-то, разрушается. Бог не дает просто так человеку жить. Бог наказывает его. Бог проверяет его. Я знаю, что у каждого из нас с вами, у христиан тоже есть много испытаний. Но когда ты смотришь на жизнь христианина, он идет в гору. Знаете, в гору. У него в общем благословение есть. Бог с ним пребывает, если он искренне верующий. На пути Бог его испытывает. Он может упасть, он может согрешить, но его слово Бог поднимает, потому что он ищет. А в общем он идет в гору. А тот, который идет вниз, у него тоже взлет и падение, но он идет вниз. Он идет к разрушению, к погибели, и в конечном итоге будет в аду. И вы знаете, братья и сестры, мое такое слово каждому из нас, чтобы мы поняли, что это очень важно иметь послушание в сердце свое. это важное иметь его. Писание просто множество вместо говорит об этом, множество, а мы иногда не замечаем этого. Я хочу, чтобы каждый из нас поступал так правильно, понимал, что это опасно проявлять непослушание, ибо мы будем пожинать наказание. И вторая мысль, хочу сказать, что если мы все же где-то вспомнили себя, что мы согрешили и проявили непослушание, и Бог напомнил мне, идем и просим прощения. Или это к Богу, или это к людям, потому что послушание и непослушание проявляются или к Богу, или к людям. Если вспоминаем, идем и просим прощения, кто бы это ни был. Вы знаете, когда-то мы ездили в такую поездку с подростками в другой город, и заказали автобус наш церковный, это было давно, и приходит ко мне молодежка наша, подростки двое, и говорят, брат Евгений, а мы на своей машине поедем. Я говорю, знаете что, вы не поедете на своей машине, вы должны ехать с нами, у нас есть очень много места, я не хочу, чтобы вы ехали сами, я не хочу переживать за вас, не было бы места, другой разговор был бы, садитесь в автобус, будем ехать. И они не послушали, поехали себе сами, отдельно. Ну, тот братец, он уже не был в подростках, он уже был среди молодежи, поехали. Они приехали, побыли на собрании, все, а у меня вот тут вот, знаете, осадок, печаль, не послушался человек, что он меня не послушался, да, я перетерплю то, я снесу это все, но ты же сам себе сеешь что-то недоброе. И вы знаете, прошло время, примерно год, не знаю даже, не помню сколько точно, приходит та сестричка и просит прощения. Говорит, брат Евгений, вот тогда мы поехали, мы вас не послушали, простите меня, я хочу, чтобы у меня была хорошая благословенная жизнь. Думаю, слава Богу, доброе сердце у этого человека, Бог ее благословит и даст ей помощь, и поддержит ее. И через то, братья и сестры, мы уже знаем немало таких примеров, когда спустя время мы все же вспоминаем и каемся в том, потому что в сердце человека тоже осадок остается, и я тоже неправ бываю, простите, братья и сестры, кого чем обидел. Тоже понимаешь, что человек в человеческом теле тоже бываю неправ. Но вместе с тем, братья и сестры, ищем послушание, ищем очищение сердца своего, чтобы Бог мог нас благословить и укрепить. Я даже так скажу, что когда мы послушны, мы становимся праведными людьми. Праведными. Это такое выражение. Когда мы послушны, тогда мы праведны. И потому пусть Бог благословит каждого из нас проявлять послушание, быть послушными, покорными, и Бог благословит нас, наши семьи, нашу церковь, и все наше общество. Пусть Бог благословит. Аминь. Брата и сестры, даже подчас пива будет материальный сбир. Будем жертвовать на наш общий фонд, на будивельный фонд, кто не жертвовавшийся, и на наш фюнерал фонд, то есть на похоронный фонд. Кто остався должником, будь ласка, возместить свои долги. Здайте на похоронный фонд тоже. Давайте все разом встанем, заспеваем. Слышно в мире и вести о том повсюду. Писле чего будет хор. Слышно в мире и вести о том повсюду, власе листу мне души. С пятостью и самой оздоровленной за невеста терковь и спеши. День придет и встреча таял станет на ладони белых облаков. И невеста перед ним пристанет за гранищей верности и любовь. День придет и встреча таял на ладони на ладони белых облаков. и невеста и невеста перед ним пристанет за гранищей верности и любовь. обликнула и невеста на ладони веку. И небес на береге пристанет Согранищи в небо сири львов И придет и встречит нам встанет На надоле белых облаков И небес на береге пристанет Согранищи в небо сири львов Как прекрасно чинное вещание У престола Господа Отца День небес на береге пристанет Счастье и блаженство без конца День придет и встречит нам встанет На надоле белых облаков И небес на береге пристанет Согранищи в небо сири львов День придет и встречит нам встанет На надоле белых облаков И небес на береге пристанет Согранищи в небо сири львов Согранищи в небо сири львов Согранищи в небо сири львов Ведь мир сегодня словно ядом Грехов не верен заражен Без смирь теперь лежит Озбежит во сне И веры нет почти нигде Когда вернется мне спаситель Забер тебя застанет он Терпел он страшные мучения Чтоб ты от смерти без спасен Не дружишь ты с миром Забер спасителя любовь Его любовь Забер спасителя любовь Забер спасителя любовь Когда вернется мне спаситель Мы уверен и тебя найдем Подвесник правда и неверие И знающим его греху С небесами всегда идти вперед И там на небе радощет И там на небе радощет И там на небе радощет Когда вернется мне спаситель И там на небе радощет Слава Богу, братья и сестры. Хористос спевали такий прекрасный псалом, серьезные слова. Когда мир вернется спаситель, то, которым он нас найдет, что найдет нас веру, что нас заберет небесный дом, за который спевали нас хористос. Очень важное вопрос. Я хотел бы сегодня продолжить эту тему. И перед тем спевали псалом, и там приспевка, в которой говорилось, перед тем общий наш псалом. День придет, и встреча там настанет, на ладонях белых облаков, и невеста перед ним предстанет, сохранивши верность и любовь. По правде, прийде тот день, и встреча там настанет. И если счастливы мы, и блаженны мы, если действительно будет встреча с нашим Господом, Христом Иисусом, и на этих белых облаках мы встретимся с Сином Божим, и невеста перед ним предстанет, та, которая сохранила верность и любовь. Божаю, я продолжу эту тему сей пропадью, которую я неделю вечером, прошлой неделе на похорону, трошки начинал говорить. Вы знаете, серьезное слово, оно меня торкает, и это мое сердце. Я понимаю, что для всех у нас это серьезное. Я хотел бы, чтобы мы сегодня серьезно думали про это, заботились, нуждались, чтобы действительно, когда Господь прийде, чтобы нас Він нашел в вере, чтобы нас Він нашел в верными Господу, достойными, и забрал в небесную осель. Читаю 13-й розділ, Евангелие Сталуки, из 22-го в верша. И проходил через, и проходил через міста и села, и навчал, прямуючи до Иерусалиму. Один человек сказал ему, Господи, невже мало таких, что спасаются? И он сказал им, намагайтесь обойти через войск и ворота, бо, скажу вам, много будет таких, которые намагатимутся обойти, и не сможут. Когда Господа домой прийде, и зачинит двери, тогда вы, стоячи зовні, начнете стукать в двери и говорите, Господи, Господи, вечно не нам. А Він скажет нам, вам у ответ, не знаю вас, звідки ви. Тогда начнете говорити, мы ели и пили перед тобою, и на перекрестях наших ты и навчал. А Він скажет, говорю вам, что не знаю вас, звідки ви. Ведите от меня вси, кто чинить неправду. Там будет плач и скрегит зубов. Когда увидите Авраама, Исаака и Якова, и все пророки у Царствия Божьего, а себе вигнати ми геть. И придут из сходу и заходу, из півночей и півдня, и возляжут у Царствия Божьего. И ось есть останні, что будут первыми, и есть первые, что будут последними. И второе место, Матфея, 7-й разділ из 21-го ввершка. Не каждый, сейчас не знаю вас, кто, 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 а я же таки буду в Царстве Небесном. Но Слово Божьего, нерозумные. Они сказали, чтобы не было недостачи у вас, и у нас, лучше пить до тех, кто продает и купит. Велики пішли, повернулися, но двери уже были зачинены. Они стали стукать, Господи, Господи, открой нам. Галика не знаю вас, звідки вы. Видите, Господь, я вам показал завжди наполовину, наполовину. П'ять мудрих, п'ять нерозумних. Один берется, один оставляется. Видите, как много людей, которые называются христианами, которые считают себя верующими, которые разом ходят в зебрания, разом проповедуют, разом служат, разом пасторами, а вот, карабачить не хочу на глаза, а вот слушать тебя не хочу, а разом быть с тобой не хочу. Видите, Галас, все идем в одно небо, и Господу, треба какого-то разобраться, и треба забрати нас в небеса, чтобы там мы были разом, в небесных оселях. Как много таких людей, которые действительно тут и земли, не могут быть разом, не могут друг друга вмещать, а там треба навчиться вмещать один одного, и разом служить Богом. Видите, двое разом в одной церкви, как вы уже слышали, Галаберек, говорит, один и судит, и садит в тюрьму, и говорит, я же тоже христианин, да я же по закону поступаю, закону цієї країни, я же обещание давал, або клятку давал для государства. И вы знаете, и тот христианин, я говорю, нет, я не переступлю через волю Божию, я не могу переступить через свою совесть, бо совесть не позволяет мне подписать этот гнустый закон, або подписать, действительно, этот документ, однополим, этим парам, не позволяет, это грех, это беззаконное, это Бог карал, я не пойду, я готов пойти в тюрьму, и это, как я тоже христианин, ну что ж, стадо и тюрьму, потому что перед ним есть закон государства. Вы знаете, все называются верующими, все называются христианами, если брать статистику, то больше миллиарда христиан, а Христос сказал, не бойся, малие стадо, ибо Отец благоволил отдать вам Царство Небесное, как важно воно, чтобы Господь знал нас, введите от меня, я не знаю вас. Багато хто скажет, Господи, да мы жили с тобой и пили, да и за одним столом сидели, да на улицах наших учивьте нас, но он скажет, я не знаю вас, введите от меня. Это не спасает, это не поможет, не поможет и те, что мы делали. Вы знаете, много людей скажут, мы же пророковали твои имени, а вы не именем Господь. И вы знаете, там я, я понимаю, деколька категорина людей. Одни из тех, которые думали, что они в имя Господа, те, что думали, что именем Господь пророкуют, а вы говорите, не именем Божим пророковали, и не введут Царство Небесное. Господь говорит, я не знаю вас. Были люди, которые думали, что именем Господь они изгоняют деменов, что творят чудеса, а вы говорите, не именем Божим. Дуже много было фальши, когда люди делали рекламу с того, а на самом деле не было того. И там Господь сказал, нет, не было того, я не знаю вас. Но будут люди те, которые делали, которым Бог дал дарование, которым Господь дал абсолютно все, которые Господь призвал, которые обратились до Господа, любили Бога, мали ревность, но в конце говорит Господь, а я маю против тебя, ты оставил первый твой Бог, а ты оставил цю ревность, а ты стал робить грех, а ты стал робить беззаконие, и тому, как я никогда не знал вас. Чому Господь так скажет, я никогда не знал? Не знаю. А потому что Библия говорит, мы читаем про Рока Иезакия, что праведник, который делал правду, но это не право, но это не право, а право, стал робить беззаконника, праведные дела, не припомниться ему, вы чуете, не згадывается, то есть перечеркнуется, так как грешнику, наши грехи, беззаконник, когда мы камнемся, идем до Бога, бросается за хребет, почину морскую, и не вспоминается. И в очах Божих, ты в ряде святый, ты праведник, тебя Господь спасает, забирает, то есть это не вспоминается, так точно и тому, как он выступил от правды Божьей, стал робить неправду, как я оставил Господа, не вспоминается праведные дела, и то, что он делал, больше не згадывается. И тому Господь сейчас сказал для Варуха, конец твой будет хорош, я как заставлю Рока поступать с тобою хорошо, как важно нам, чтобы наш кинец был добрый, чтобы в конце мы оказались верными Богами. И ты до конца, будь верным до смерти, до самого конца, и дам тебе венец жизни, как Господь. Я никогда не знал вас, вы знаете, добре знать Господа, и много людей, говорят, мы знаем Бога, а лучше знает нас Бог. Я згадываю такие рассказы, которые рассказывают о Беспалу, когда одного раза по улицам Лондона проезжала королева Ангелии. Багато людей вышли встречать, приветствовать королеву с радостью, побегли и два хлопчика из одного дома. Побегли они, и когда прошла эта процессия, уже вертаются они домой и плачут. Татя питает, сыне, чего плачете, что сталося? Сынок, что, не бачил королеву? Не бачил тату, так хотел побачить. Людей было много, за мной люстом не побачил королеви, а хотел бачить. А другая питает, ты тоже не бачил. Ні, как тату, бачил я, махал ее, приветствовал ее, но она меня не познала, а она на меня не реагировала. И опять плачет, она меня не знает, как оказалось, а я ее уже знаю, а я ее бачил. Вы знаете, так подивно, что-то будет с людьми. И как говорится, мы же, Господи, с тобой ели, мы пили, мы сукали тебе, ты на наших вулицах, очи в нас, мы тебя знаем. Но Господь скажет, а я вас не знаю. Как обидно будет тоди, когда Господь скажет, а я вас не знаю. И мы читаем, в другом Пестане Тимофея, в другом Пестане Тимофея, в 19-м виршике, но твердое оставание Божье стоит, имея печать сию. И какая печать? Познал Господь своих. И даст ступит от неправды. Всякий, исповедующий имя Господня. Твердая основа Божья стоит, потому что пизнав Господь своих. Вы чуете? Бог знает своих. По правді знает. И Христос сказал, я знаю своих, и мои знают меня. Они знают мой голос, зачем они идут? Почему? Потому что они знают своего голоса. Господь знает своих. Как добре, когда Господь знает своих. Не просто, он всех людей знает, он всех видит, но знает нас по имени. Как ни один голосок не падает с головой вашей, по воле Отца Небесного. Господь наблюдает, Господь оберегает, Господь контролирует каждый крок життя нашего. Знает своих. Вы чуете? Праведника знает, христианин, христианин знает истинно, который не просто понаружи, не просто в собранье только, а на каждом месте. Он христианин. Господь знает своих. И свои знают его. Как хотелось бы, чтобы эта взаимосвязь была. Не просто я Господа знаю, но меня Господь знает. Меня Господь знает по имени. Мои имя записано, кризис життя и прийдет этот час, когда меня Господь позве. И особенно, на что я хотел бы обратить внимание, что нужно для того, чтобы нам спасаться. Одно разу один молодой юнак пришел до Иисуса тоже с этим важным вопросом. Дуже важное вопросом. Правильно сделал, что питает. Тревожилось сердце его. Правильное место пришел до правильной людини, до Христа Иисуса, который говорит, учите благие. А что мне нужно сделать, чтобы выйти в Царство Небесное, чтобы заседать жизнь вечное? И Господь правильно подивился на него, полюбил его. И вы знаете, как я знаю заповеді? Так знаю, начал перечислить. Знаю, Господи. И выклинув их от юноста своего. Господь полюбил. Прекрасный юнак. Но сердце его тревожило. А что еще не хватает? Но, вы знаете, внутренне чувствовало, что спасения нет. И питает Господь, а что мне сделать, чтобы иметь спасение, чтобы выйти в Царство Небесное? И Господь бьет прямо в точку. Господь знает, что ему еще нужно. Хочу быть дескналым, хочу идти в Царство Небесное, в тебе одна проблема, одного тебе не застает. Все, что маешь, иди, продай, раздай нищим, приходь и съедай за мною. И выкликай, юнаков и уйдет с печалью. И Господь знает абсолютно все. Знает все болятые места в нас. Знает, что привязано сердце наше. Знает, что мы не можем рассчитаться. Знает, что мы не можем кому-то простить. И по-настоящему, истинно, из сердца, как написано, хоть молиться молитва, или прости нам так, как мы прощаем. Господь все знает. Люди не знают, люди не бачать сердце, но Бог сердцевидец, абсолютно все знает. И тому наш Господь бажает, что мы виконули волю Отца Небесного. И так, не всякий, той, кто говорит мне, Господи, Господи, ведет Царство Небесное, но и той, кто виконует волю Отца Мого Небесного. Знаете, ось кто, кто виконует волю Божью, кто действительно подкоряется воле Божией, Господь это сказал, выконует Слово Божие, Кто является послушным, как мы уже слышали перед мной, Женя сказал, Свою Божьему. Не просто половинчество, потому что воля Божия есть благая, угодная, которая поступает, и совершенная, доскональная. Або, другая переклика, довершена воля Божия. Есть много людей, которые частково выполняют волю Божию, не полностью. Христос, когда приходит в этот свят, он сказал, я желаю не свою волю выполнить, но волю Отца Мого Небесного. И он так старался, и я тогда, когда он ишел в Гефсиманю, и знал, что я ждал страдания, знал, что ждал оплевания, знал, что у них Женя очень ждал. Он молился до этого Небесного, отче мой, о, как бы ты мог принести чашу тю мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя, как будет. Понял, Иисус, Син Божий, и тому Отцу Небесного Он догадил. Действительно, послушайте, я сюда смерть и смерть и кресты, что мой Отец Небесный привоздь его и дам его имя выше всякой имени, чтобы перед его именем Иисуса преклонено всякое колено небесных земных и подземных. Дорогие мои, цель Господа была – виконати волю Отца Небесного. При всеми тому, что боль это будет, скорбно будет, трудно будет, понашение будет, смеяние, поругание, знущение будет. Но моя цель – виконати волю Отца Небесного. Господь божает, что мы виконали волю Отца Небесного. Итак, не тот, кто керет Господи Господи, а тот, кто виконует волю Отца Небесного. А воля Божия є досконала. Ветерий одного раза Самуил сказал Саулу, Саул, Господь згадал, сколько Амалик из нас зробил для Израиля. Пиде истреби Амалика и придавь себе заклятью. Конкретно снова было. И тут Саул проявил непослушание. Не выполнил до конца волю Божию, частково выполнил. Богу не подобается, когда мы частично выполним волю Божию. Саул пішов, Бог дал ему перемогу. Він одолів Амалика, Галика Оставу, Агага царя Амаликійського. И краще из Кота. Оставов Саул, вроде для доброй справы. Когда он возвращается назад, с радостью таки, торжеством, как переможец, выходит Самуил. И он говорит, я выконал Слово Божие. Я исполнил волю Божию, те, что Господь поручал. А такая Самуил говорит, а что это за влияние овец в ушах моих, и меча не волов? А это, когда народ пожелил, те, что я краще для доброй справы, для жертвы Господу. И дальше Самуил говорит, послушание лучшей жертвы, и повиновение лучше только овнов. Ибо не послушание такой же грех, как и волшебство. И не покорность то же, что и дал поклонство. И поэтому Господь отвергает Саула, что он не был больше царем, а я избрал своего мужа по сердцу. Другий раз опять на послушание. Когда Самуил ждет меня, не вступай в стражение, не приносишь жертвы, я прийду, приносу жертву, а тогда будет война с филистимлянами. И он ждет, Самуил сказал, 7 дней. Вроде то, выконал все, слава Божие, 7 дней ждет. И в последний момент, Саул дивится, народ разбегается. Филистимляни стоять против Израиля, которые принесли то, что нужно для жертвоприношения. И приносит, и берет это за свою справу. И приносит жертву Богу. И когда принесет, только закинчив, и приходит Самуил, и говорит, что же ты сделал? А я же тебе сказал, что ты мне делаешь? А ты не маешь права это сделать? Вроде говорит, я же ждал, 7 дней просекал. Не до кінця выконал волю Божию. Воля Божия, я досконала, довершена до кінця. Это Божия воля. Но Саул этого не сделал. Вы знаете, что есть позволительная воля Божия, а есть досконала. Вы знаете, когда в свой час Валаам, которому так хотелось догадать Валаакову, и просить, Господи, а чем мне идти, чтобы проклясти Израиля? Господи говорит, не иди. Один раз сказал Бог, и это все, больше не нужно упрошать. Но он иди другий раз упрошает, третий раз. Господи говорит, хорошо, иди, позволяй. Позвольте на волю Божию. Галидовись, говорю только те, что я вложу в твои уста. И вроде так он и сказал. И сказал, я не могу проклясти, Бог тебе проклинает. Бог благословил я Израиля. Но в конце научил, научил Валаака. Знаешь, Валаак не может проклясти, Бог тебе проклинает. Но есть другий метод, и уже в Откровении мы читаем, он научил Валаака, висел с область сынов Израиля, и говорит, не врагуйте с ними. Вы их не переможете, так? Не надо, и говорит, ступите в дружбу с ними, хай ваші дочки выходят заміж за сынових. Хай каи ваши сыны берут их дочок. И когда вы объединяетеся, и когда вы создаете один народ, то не каи сам Бог будет воювати против них. Вот таке было лукавое, вы знаете, хитрое учение Валаама. Вы знаете, Бог дозволил ему, но волю Божию в том не было. Лот в этот час просил Господи. Господь виводит его из Соломи и Гомори, я буду истребляти Соломи и Гомори в эти места. Пять городов, Господи, истребляйте. А вот просил Господи, я же старка от Иерога, мне далеко бігти эту гору, дозволь мне это место Сигор, оно же маленькое. Вогоду тебе, как говорит Господь, иди в Сигор. И вот так я пішов. Это не досконала была воля Божия. Позволить на волю Божия, Бог позволил ему, зберегте Сигор, маленькое место, но оно не послужило Лотвии на добро. После того, мы, читаем, родился Могав и Амончик, и сколько из глав они сделали для Израиля. Там грех совершился. Господь на воле и досконала. Как важно нам виконовать до кинца Божию волю. Как важно нам сегодня будет на том месте, где нас Господь ставит. Работать то, что нам Господь каже. Одного раза без Павелого питали, колоссий, я уже нагадал, скажите, будь ласка, Дмитрий, вы бываете в многих местах, в гарных, прекрасных местах во всем святе. Скажите, где самое лучшее место? Он сказал, что самое лучшее место это быть в центре Божией воли. Это самое лучшее место. Это стоять на том месте, которое Бог ставит. Это делать то, что Бог поручает. Выкладывать его до кинца. Это самое лучшее место. Быти в центре Божией воли. И так, хай Господь поможет нам действительно понимать это. Если мы хотим выйти в зарстное небесное, то Господь божает, чтобы мы выполнили волю Божию. Дивите, как Господь близко приблизит тех, кто выполнив волю Божию. Одного разу приходит Иисус, и говорит, что Господь, там мать тебя ждет, твои братья. А Христос сказал, кто мне мать, сестра или брат? Той, кто выполнив волю это понимает, что воля Божия есть благая, угодная и досконала. Вы знаете, сейчас Иезекия, Господь сказал, Иезекия, роби завещание для дома твоего, ты помрешь. Это была досконала Божия воля. Господь подивился, Иезекия, ты совершил свою працю, получишь нагороду велику. Молодые Иезекия, 39 лет, когда он почув таки слова, что я уже помру, делать завещание для дома, он вернулся до стены и гирко заплакал. И говорит, Господь, азгадай, как я ходил при тобой с преданным сердцем и работал угодным в очах твоих. Так, это была правда. Господь знает, что говорит, Господь знает, что делает, помилки не делает, Иезекия, это золотой час для тебя, получишь награду велику Господа. Но по милищи своей, по просьбе Иезекии, Господь ему добавляет, и говорит Иезекии, ты скажешь рабому Иезекии, я почув молитву его и побачил слезы его. Я добавляю ему 15 лет жизни. Господь добавил, но это была позволительная воля Божия. Это просто уже в угоду для Иезекии. На тебе. И показать для нас усіх, живущих, и даже 21 столетия, что лучше сгодиться с Божьей волей. Краще, чтобы было так, как было досконально в Божих очах. И вы знаете, после того, как Бог добавил ему 15 лет жизни, пришли посты из Вавилона. И почути, потому что узнали за славу Божию, за то, что Господь исцелил Иезекию, узнали то, что тень повернулся на 10 ступеней, по ступенях Иезекии. А замість того, чтобы проставить Бога, Иезекия, замість того, чтобы рассказать, что Бог с ним сделал, и он начал показывать, где поставил Иезекию, все свои вооруженные стады, все свои богатства, стал хвалиться. Бог попустил Иезекию. Оставил его Господь, чтобы показать, что в сердце него. То есть, Господь став сторонку, показать Иезекия, подавись, что ты без меня. Что значит, когда ты упущаешь на разум своем, на своем мисле, подавись, что ты можешь сделать Иезекию, как Бог став стороной. Церковь, дорогая, брати и мои сестры, мы не имеем права чему-то хвалиться. То я так заслужил, это я действительно такий разумный, это я вивчивый, я досконал ангельскую мову, это я добился, маю хорошую профессию, працювал. Дякуйте Богу, что Бог дав вам хороший разум, и мы не являемся так, как эти американцы знают досконалную ангельскую мову, стоят с плакатом, дайте что-нибудь на ежу, або шукают работу, або живут там под мостами. Чому? Мы не раз говорим, в их мудрости не хватает, в их разум не хватает, в них лентеи, в них наркомани, так, это я так. Но я дякуйму Богу, что Бог дав вам освятный разум, что мы знаем, как правильно жить, что мы можем працювать, даёт Бог здоровье, все это от Господа. Відніме Господь здоровье, и не заработаем. Відніме здоровье и разум, и так само пустимось так низко. Памятаю, когда Ваня Брага рассказывал, я, наверное, памятаю, я тот случай, когда до него один раз приехал такой бомж, и он его не познав. Кто ты такий? Я, то и то и человек, ты забыл меня, Ваня? Небагато часу прошло, десь 5 лет, а он был лояром. Памятаешь, мы мали с тобой одну справу? Это уже давно было, роки, наверное, 15 лет назад. Я згадал про эту справу. Ваня, как ты допустился до такого, докутился? Там же был прекрасный дом, в хорошем другом місце. Там были новые машины, взять из дилера, потому что я лишился здоровья. Когда я лишился здоровья, я не мог працювати лояром, не мог говорити. Речь была отнята. Женка отказалась от меня, висудила все, что я мав. Я банкротился, в меня забрали дим, забрали все машины, все подобрали. И я теперь живу под мостом, хомлес, або лояром, багатым человеком. Знаете, Бог, когда попускает, когда он отнимает свое благословение, отнимает свою охранную граду, мы не можем поколиться, за мной так не будет. А я и разумный, я знаю, как строить бизнес. А у меня я маю успех. Бог благословит твой бизнес. Хай Бог благословит сегодня наших бизнесменов. Хай Бог благословит всех главных семей. Хай благословит всех членов церкви, где есть здоровый, хороший разум, успех в жизни. Но самое главное, давайте будем выполнять Божую волю, чтобы Господь не ставил в сторону, как языки. Ставил в сторону и показал, что ты языки можешь без меня. Ну и в той промежуток часу, 15 лет, родился Манасия, сын, который потом больше 50 лет царевал. И сколько зла сделал для Израиля. Ввел Израиля очень тяжкий грех. А кажется, лучше было, как бы ты языки, эти золотые твои дни. 39 лет, но действительно сделал завещание для дома. И Господь забрал бы тебя и дав бы тебе величезную нагороду. Ты благословен был бы у Господа. Церкви, дорогая, важно нам сказать так в свой час, как Давид сказал, Господи, научи меня, как исполняти волю твою святую. Научи меня, Господи, Бордаш, как выполняти волю твою святую. Научи меня, что я пизнавал. Пизнавайте, что есть воля Божия. Блага я угодно, и совершенне. Хай Бог поможе нам и научить нас, что мы пизнавали, в чем есть воля Божия. И чтобы нам до конца выполняти Божию волю. Потому что для нас спасение души найдорожче, самое дорожче. Если мы даже проживем и сто, и больше лет, но потеряем спасение, навыще прожитие все не марно. Эти сто лет были пропавшие, они просто прожили. Но тот, кто прожил 30 лет, на имя Господа робил добру справу, так он действительно был святой непорочный, Господь его забрал, он самый счастливый человек. Важно нам знать волю Божию и до конца и молиться так, как молился Син Божий. Прочи мне моя воля, а твоя хай будет. Хай будет она досконала, Господь. Не идти на мою уступки, так я Господь йшов сейчас на уступки и была просто допустимая, позволить нам воля Божия. Але хай вона буде довершена, досконала воля Божия в житті нашему. И хай Господь допоможе нам так жити, чтобы нам получили вечное життя. Чтобы Господь сказав, я знаю их, они знают меня, знают мой голос, за мной идут, за чужим не идут. Хай Бог допоможе нам, чтобы мы действительно были Его. Чтобы мы не только знали Господа, а чтобы Господь мог бы сказать, я знаю Его, я знаю Его по имени, это мой сын, это моя дочка. И прийде час, когда Он своих заберет в небесную осель. Хай Бог на цьому допоможе и благословит. И мы будем идти до конца нашего зебраня, будем мати заключную молитву, зачитаем все нужды, которые поступили до нас, сделаем объявы, и мы будем мати нашу заключную молитву. В следующую неделю наш молодежный хор будет ехать, ну, я думаю, молодь, часть молодежи, будет ехать в Портланд до церкви, где на служении брат Василий Вакульский. Так что будем молиться, чтобы Господь благословил нашу молодь. Всегда карим молодь, везите лице нашей церкви, привезите благословение, привезите действо теплоту, чтобы там почувствовали, когда молодежь приехала, благословенная, хорошая молодежь, хорошо спевали, проповедовали, молились, и мы пережили Рясте Боже, благословение. Ну, я думаю, тоже поехали, так что ответственный будет четвертий участок, который ответственный за зебрание тут, и они же будут ответственные в зебрании тоже, везти зебрание, так что я поеду с молодью, хочу выехать на неделю. Побачите эту новую церковь, которую они придбали, Василий Вакульский, просилка, прийдите, братцы. Еще одна, вторая неделя, жовтня месяця, мы мали прошлый рік, и так мы решили приблизно триматься от этой даты, мать свято жни, або День подяки, Сенс Гивен, вторая неделя, жовтня месяця. Одне стоїть питання, мы сказали прошлый рік, наверное, это уже останний раз, мы сделаем еще с обедом, потому что мы имеем место, мы имеем зал, вы знаете, сегодня у Слави Газпочорч тоже свято, 25 лет церкви, но их места не хватает, чтобы сделать для всей церкви, для всех присутствующих обед, и они думали ставить на улице столи, если будет погода, а у нас сегодня есть место, есть возможности, мы можем свободно полтора тысячи людей посадить в том, третьем зале, но стоит одно вопрос, я запитаю Володю Лаця, Володю Лаць, который много проработал, из вас за столи, креста, ставил, если это реально сделать это, или, возможно, больше не стоит, мы понимаем, что это уже останний раз, что скоро получу переметы, будем делать реконструкцию, и больше такого зала у нас не будет, и я сказал, что это для церкви свято, хорошее свято, добра память, хорошие отзывы, какие-то сестры говорят, у меня тут родины нет, я никогда на веселле еще не бывала, а так была в прекрасном, хорошем общении, так что я думаю, что это не плохо, наша молодь очень хорошо реализирует, служит вам, дорогим, может себя реализовать, то есть нормально, когда мы имеем гарное собранение, а потом мы имеем и такие святые обиды, только еще раз, при вашей сгоде, если у вас есть сгода, остальный раз, хочу сказать, как был паночка у нас, когда он зашел в тот зал, третий, да, он был и тут, и проповедовал, но он зашел, и глянул, и сказал, это такая армія, такую армію так накормить, все настолько устроено, все организовано, аж здививался, вы знаете, хорошо подивиться, когда действительно все организовано, когда потом есть программа там на месте, люди мають прекрасное церковное свято, церковь, вы желаете, чтобы этот рік снова был, с обедом, еще раз сделайте, потому что, если мы получим примит перед самым сенсгибином, мы можем на тиждень, на два продлите еще этот час, и уже тогда начать реконструкцию, но пока еще примита нет, еще документы наши в процессе работы, верим, надеемся, что скоро будут готовы, если вы готовы, то давайте дайте знак вставания, встаньте тогда, что вы готовы, и за то, чтобы делать нам опять сенсгибином, с обедом, мы так и сказали, и сказала Таня Мамутюк, мы готовы все это подключиться, но просто, если люди этого хотят, мы готовы все сделать, что вы готовы, Бажаете? Встаньте, будь ласка, если все божаете. Чтобы делать с обедом. Опять. Не смущайтесь. Большинство божает. Давайте сделаем церковь. Это я святом. И остается добра память у нас. Тих три года, которые мы делали, это хорошая память осталась. Не без того, чтобы они трехи, шума трехи бувают, не устройство. Не могут найти место, чтобы сидеть разом со своими друзьями. Не ничего. Если вы сидите где-то, с ним познакомьтесь. Трошки шума, ничего, это общение. Так и будем делать. Будем делать, если это с обедом. Хай Бог благословит вас. Следующее вопрос. До меня звонил Василь Фиско. Это Маунт Вернон, пастор церкви. И просил строительства, особенно кто делает финиш, кто делает финиш, можете приехать на суботу, помогать им. Они уже идут до закинчения. Их церковь не великая, не так много специалистов. Финансы, которые уже давно кончились. И если бы приехали, братья, организовали себя бригадой, хоть несколько человек, чтобы там в суботу попрацювать, побить финиш, который нужно побить. Будьте ласка, голосуйте, братья, дайте знать. Если вы сможете, мы благословляем вас. А 27 числа будет молитва над детьми. Вы будете выдвигать кандидатов пастыря. Вы будете выдвигать. Мы даем список наших братьев и тех, кого выберете, которые найбільше наберут 4 человека, они будут кандидатами моего пастыря. Потом мы вынесемся кандидатами на членское собрание, и членское собрание мает проголосовать и выбрать из них пастыря. Так что, будь ласка, брати, главы симея и си, приедите четвер на нашу братскую беседу, расширенную братскую беседу. Читаю нужды, которые поступили. Просьба помолиться за мир и благословение на Украине, в Америке и Израиле для спасения этих народов, а также молитесь за миссионеров, божьих и за ганимые церкви и ганимых братьев и сестерка, то есть народ божий. Во всех странах будем молиться. Дорогие друзья, молитесь, чтобы Бог укрепил меня духовно и телесно. Верю в силу молитвы. С подякой ваша сестра. Брата и сестра, будь ласка, молитесь за благополучный перелет на Украину, из Украины. И дякую за молитву. Брат просит, будет молиться. Дорогие братья и сестра, помолитесь, поддержите нас в молитве, чтобы Господь дав покаяння и вернулся до церкви нашего сына и извольнив его из-за зависимости греха. Батьки просят. Дорогие братья и сестра, прошу помолиться, чтобы Бог благословил дорогу в Украину, перебивание там и повернение назад. Сестра Валя просит. Помолитесь за моих детей и внуков, чтобы они покаялися в своих грехах и выдали свои сердца Христу и служили ему в чистого сердца. Я надеюсь на милість Божу и дякую за молитву. Мама просит. Щиро прошу помолиться за звольнення від залежності сынів та рідних. Віру молитву церкви сестра Марія. За нашу Лилю, помолиться, в якої завтра день народження. Нехай її благословить Бог, рідні. Поздравляем Лилю з днем народження. Хай Бог благослови. За сына, що Бог зупинив його на греховній дорозі, але милости, щоби не відняв і дав йому повне покаяння. Батьки просять. Прошу помолиться за моих детей, щоб Господь укрепив їх і призвав до покаяння. Спас. Я віру в молитву церкви. Зараня дякую. Мама просить. Дорога церкова, благодарю Господа за явлену мілость. У мене болів желудок в п'ятницю і суботу перед причастієм. Після причастія желудок мій перестав боліти. Благодарю Господа за мілость явлену. Сестра Галя дякую. Прошу молити за нашого сина, щоб Бог дав духа покаяння спасть його освободив з зависимості курення. Дякують, батьки просять. Прошу помолитися за Любу Медведь, щоб Бог облегчив і болі, щоб могла спати вночі, бо врачі в тому не можуть нічим допомогти. Хай Бог явить свою милість. Сестра Саня написала записку за Любу Медведь, яким ми збирали помощь, що ви оказали. Не Ірак. Будем молитися, щоб Господівавив свою силу. Брати, берегеньки, за півгодини до зібрання в залі шум, голосні розговори. Щось робіть, так не повинно бути. Значить, церква дорога, давайте, коли ми сходимося, краще будемо в благовенні перед зібранням і не будемо шуміти. Є такі, вигляді, замічання, що буває забагато шуму. Розумію, що ви зустрілися, хочете пообщатися, а часу ще багато до начала зібрання. Старайтеся все-таки, старайтеся, щоби в благовенні сидіти і чекати дня цього моменту, коли зібрання почнеться. Хто має ще нужду, будь ласка, скажіть, ви будемо мати нашу молитву. Дорога церква, я маю оголошення, тому що у нас зараз і були оголошення, і нужди, але заодно хочу сказати, щоб молодь уважно послухала. Ми сьогодні маємо посещення до Степчук-Ані, молодь, сьогодні є посещення. Завтра є молодіжне зібрання, приходьте на сім годин. За програму на завтрашне зібрання відповідає брат Богдан Тищенко. І як брат Саша казав, в неділю ми їдемо у Портланд. Ми будемо бачити, як ви сьогодні уважно слухали проповідь брата Євгенія, тому що він казав за послушання. І я вас прошу, молодь, прошу вас, що ми в неділю будемо виїжджати церковним транспортом, щоб ви своїм транспортом не їхали. І я порахував цей час, що ми будемо їхати, тому просьба така, в 5.30 ранку ми будемо збиратися тут, в церкві, і будемо старатися в 6 годин, щоб ми могли виїхати, тому що там треба скоріше чуть-чуть приїхати, щоб хор міг приготуватися до служіння. Ви можете записатися в Сергія Канцимал і в Ані Баранчук. За програму в Портланд буде відповідати також Богдан Тищенко. І послідній день, коли ви зможете записатися, це буде четвер. Крім цього, брат Євгеній просив батьки в середу, дайте, будь ласка, дітям, підросткам по 10 доларів, це треба ці гроші буде для книжок. Дякую. Слава Богу. Я до сестери обращаюся. Хтось дав коноверта і написав фамілію Парева Дуня. Чи це може Псарева? Псарова? Я думаю, що це Псарева, да. Підивіть руку. Псарова є, да? Є, да. Слава Богу. Помилка просто. Помилка. І ще, браті і сестри, особливо для тих, які задовжали. Ті, які задовжали і вже по пару разів задовжали. Ні, ні, страху не буде. Щоб ви знали, ще плюс, додавайте за цей похорон. Те, що є на стіні, написано там, ще плюс, ще один похорон, додавайте. Бо потім приходить і каже, а я здала? Чи здав? Кажу, ви здали за що? Перший, чи за другий? Така я не знаю. Так що знали. Моя інформація така. Ви вже знаєте, йдет ремонт дороги. Ашер просит вам передати следующу інформацію. Виїзд сейчас, після служення, буде в два выхода. Один через металлическую пластинку там на дорогі, второй сюда налево, мимо нашого третьего зала. Ми сняли там перегородки, ви можете виїжджати. Теперь просьба к вам, коли ви приїжджаєте. Кода ви приїжджаєте в церковь, знову заїжджаєте і через эту дорогу, яка слева от моєї руки зараз, і через металлическую пластинку. Два в'їзда. Але просьба вот какая. Кто приїжджає і привозить когось, і уїжджаєть обратно, він має право заїхати через оба в'їзда, але в'їхати треба тільки через этот, левий в'їзд. Тому що, коли ви виїжджаєте, ви мешаєте тим, хто в'їжджає. І ми сьогодні вже їміли аварію на дорогі. Наша машина пострадала. Так що, будьте добри, послужуйтесь. В'їжджаєте через два в'їзда, виїжджаєте через два в'їзда. Але, коли починається служення, і ви привезли когось, заїхали, як вам подобається, але ви їжджаєте тільки через в'їзд відсюди, з лівої сторони. Браті, сестри, слава нашому Богу. Слава Богу. Я думаю, що, хто вже не стає, я думаю, що ви знаєте, що буде казати чоловік. Яка людина. Вислухавши проповіді, спочатку кінця, я просто збілю серцю хочу сказати вам для всіх. На жаль, дивлячись альбоми наших хорів, наших служб, вони порічали. Не порічали в альбомах, а в дійсності наші хори, наші молодіжні, наші другі хори, наш старший хор порічав. І я це говорю, не зайняти ваше время, воно в мене, я говорю це от ревності, щоб Господь запалив в ваших серцях ревність служити Богу. Поки є час, було время з кемпів, було время, коли добра погода була, люди, було мало людей, коли стало чуть холодніше, люди нажимають на роботи. Чогось, на жаль, ми крепко прилежні в земному. Дуже забагато. І це, на жаль, є. А в ділі Божому так мало чогось людей, які себе повністю віддали, служили, хоча б співом. І це не тільки касається хорів, касається в других сферах. Брат Евгеній говорить за вчителів, дуже багато потреби є в вчителях старших. І якось так воно все. Я хотів би сказати особливо молоді, особливо ті, хто поженилися, вийшли замуж, це не була, я думаю, ваша цель, щоб вийти замуж, і в це, і все. Хай вас Бог потривожить ваше серця, і хай ці слова не дадуть вам спокою, поки ви не зробите правильний вибір, не правильний вибір, а правильне рішення. Бо коли придете і зустрінеться вашим зглядом, зглядом Христа, які слова ваші будуть? Вибачте за моє таке слово, але воно в мене завжди на душі. Я хочу, щоб наше, коли ми будемо прилежно служити Богу, наше служення поміняється, і наш духовний стан підніметься, на жаль, це є, і хай Бог благосує вас. Ви знаєте, це серйозне слово, брат Вітя каже. Ви знаєте, ми живемо в непростий час, на легкий час, дуже такий обманчивий час, але тривожний час. Давайте будемо все-таки посвящати себе в ділі Божому, жити для слави Божої, традицій для Господа. Та лише перед зібрання один із братів мені сказав брат Саша, об'яви, каже, це в церкві. Каже, не знаю, наскільки точно було слово від Господа, було слово від Господа, для одної душі. Була сказана про те, що ви об'явили, каже, в церквах, що на Америку гляде дуже сильне, велике бедстві. Каже, щоб запасались даже продуктами на якийсь час, тому що, каже, Америку буде потрясати Господь. Я розумію, що так може бути. Те, що сьогодні твориться в Америці, ви самі знаєте, чуєте, закони, які прийняються в Америці, Бог буде потрясати. Бог не може. Колись казав один із видних проповідників, каже, якщо вже Господь покарає Америку, йому прийняється вибачатися перед Соломою Гоморою. Тобто, такі закони, за які Господь істребляв Соломою Гоморою, сьогодні озаконюються на державному рівні. І тому ми, християни, маємо сьогодні особливо піднятися, особливо маємо сьогодні бути світом і солью, осулятися землю, особливо маємо в ревності служити Господу. Час останній. Давайте будемо в ревності служити Господу. Співати для Божеслави, йти в хор, на молотовне зібрання, не пропускати. Але саме основне, я казав цьому брату, ну, як там з продуктами запасатися, з ким ми запасаємося, саме головне, дружбі з Богом, бути в общенні з Господом, чувствувати Господь з нами, Він є рядом. Саме головне, я стараюся жити з Господом. Саме основне, це бути з Господом, щоб Бог берегти нас, пославляв, життя устрояв. Господь знає, як провести своїх, як зберегти своїх, як прокормити своїх. Знає Господь. І саме головне, бути Його своїми для Господа. Давайте, прикладемо коліне, воздесемо щиро молитву до Господа. Молимось. Це без ферши меня, а1,1,1-2,1-3,1-3,1-3,1. А1,2-3,1-3,2,1-3,2-1,1-3,1-3,1-3,1-3,1-4,2,2,1-2,1-3,2,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-4-1,2,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1... О, Судитарний Його мужіна Больдву до Господа. Иисус, Господи, за полеревность народит вам, Господи, за полеревность народит вам, Господи. Иисус, 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 Господи. Иисус, Господи, за полеревность народит вам, Господи. Иисус, 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 Господи. Выйдет помощь каждой души. Благослови сироти вдов, Господи, лишай их скорби. Одинокий, благословляй, Господь. Наши сестер, Господь, они выходят замуж, были счастливы, Господь. Представляли Твою святую имя Иисус. Благословляй, Господь, всех наших. Всі мы нуждаемся в Тобе, на этой земле. Мы заложены от Тебе. Твои дети завжди идем до Тебе. Милостей Тебе просим и Твое благословение. А Твоё благословение у нас богаче, и смутку Свои не приносить. За це зібранье, за Тебе благословение, за милости Твої, за все, прям и щиро подякую от нас. Як вечно Тебе благословение наш Бог, Отець, Син и Дух Святий. Амінь. Отче наш, что живешь на небесах, нехай святится имя Твоё, нехай прийде царство Твоё, нехай будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб нам щоденний, подавай нам на каждый день. И прости нам провини наші, как и мы прощаем винуватцям нашим. И не веди нас у спокусу, но визвали нас от лукавого. Бо Твоё є царство, и сила, и слава по веки. Амінь. Благодать Господа нашого и Иисуса Христа, и любов Бога Отца, и единство святого Духа, нехай будет з усіма нами. Амінь.